здравствуйте уважаемые подписчики канала алексей васильевич капранов в ю тубе мы разместим этот ролик и сейчас будет прямой эфир в instagram тот эфир прямой вебинар который мы запланировали с екатерины земляновой на сегодня на это же время про вину и вот современный маркетинг как он использует все вот эти вот механизмы управления человеком для того чтобы ему по сути дела продать то что ему не нужно и направить немножко другую сторону от самого человека мы перенесем чуть подальше по техническим причинам катя опять не смогла так как она там готовила большую часть этого вебинара то я чтобы ее не замещать я решил провести продолжение того что я прошлый раз начал и плюс еще ответить на один из вопросов которые ну прям так идет ну наверно главным сейчас о чем вообще этот курс и зачем он нужен сейчас попытаюсь рассказать это насколько смогу рассказать через разные темы и плюс еще выложим чуть позже вебинар капранова о том как он сам рассказывал об этом своем онлайн курсе и хочу для маленькое отступление еще сделать почему я именно на капране на канале капранов выступают потому что сейчас мы планируем провести онлайн тренинг который когда-то придумал капранов мы кураторы этого курса и соответственно мы не проводим на своих каналах потому что это ну авторский тренинг капранов поэтому на его канале это раз во вторых это канал переименовали чтобы там от всяких правдоборцев уже отойти этот канал в инстаграме и ю тубе будет переименован будет памяти алексея капранов то есть все материалы связанные с ним и на основе его каких-то вот исследований мы будем выкладывать именно на этих каналах и так о чем онлайн курс который мы будем проводить с екатерины земляновым вот мы два психолога старт курса 10 сентября пройдет предположительно один месяц о том что ну как алексей васильевич говорил что у нас есть тотальное чувство вины у всех и вот избавиться от него полностью не получится и в общем то и не нужно и курс направлен на то чтобы снизить это чувство вины и я бы так еще сказал перевести некое состояние осознанности себя своего выбора и своих возможностей вот такой будет онлайн курс прошлый раз я немножко начала рассказывать о том что у нас есть эмоциональный оценочный центр двигательный и интеллектуальный и то что мы здесь на этом тренинге будем делать мы интеллектом будем залезать условно это не какие-то там техники без вашего возможности нет мы ведь даже без гипноза но желательно осознанно и может быть транспорт заходить в систему оценок то есть как алексей васильевич называл само собой разумеющиеся глава которая в нашей голове и каким-то образом пересматривать что-то у нас записано и смотреть сейчас эту же систему я попробую нарисовать немножко в другом виде опять же эту схему на не помню на какой теме когда-то давал алексей васильевич капранов но во первых вся его система которая построена была для реабилитации наркоманов она в общем-то почти о том же эта система компенсаторика это когда у нас есть некая ситуация ну вот это то что происходит с нами жизни то что происходит с нами в жизни и то что мы снимаем эту информацию в разных ситуациях всеми нашими органами чувств то есть здесь у нас чувство системе компенсаторики внимание очень мало уделяется в другой больше здесь вот это как раз самое главное эмоциональный оценочный центр самый главный первый фильтр восприятия когда все это поступающая информация делится на хорошо и плохо и далее уже из той оценки которые сделано это все кстати подсознание все что сделано в эмоционально оценочном центре далее уже идет ну некая реакция на двигательный центр и эта реакция уже нагружена определенным я не знаю нашим зарядом что мы хотим в самом курсе очень большое внимание будет уделяться некому такому упражнению называется стоп техника вообще это упражнение маленькое упражнение используется я не знаю там практически во всех тренингах которые мы проводили с капрановым и не знаю ну вот вы дома можете его использовать да хоть где вообще на работе так далее это называется стоп техника когда мы регулярно останавливаемся и отслеживаем свое состояние то есть мы отслеживаем свои чувство что данный момент давайте вот так вот стоп стоп что я чувствую здесь очень важно именно отслеживать что у меня в теле какие эмоциональные реакции и какие чувства в моем теле здесь именно про тело что я думаю продумываю это у нас лучше всего получается потому что мы всегда себе все это все что-то хотим объяснить вот с чувствами их не объясняет их нужно пропускать через себя или в этом как вот прочувствовать именно эти эмоции что я думаю что хочу что я хочу это именно здесь сейчас это простая техника которая позволяет не залипать никаких эмоциональных я не знаю там ситуациях в которые я вовлекаюсь и у меня начинается вот вот это вот шаблонные вот такие вот реакции которые меня относят я кстати сейчас расскажу что это такое может быть кто-то не смотрел прошлый вебинар итак когда у нас на линии жизни в детстве особенно происходит некая ситуация ребеночек маленький еще маленький у которого по сути дела психика еще не развита он может делать определенные ложные выводы которые на тот момент ну вот он не мог другие сделать в силу того что его эго еще вообще в принципе нет он не может отслеживать ни свои границы ни какие-то свои чувства ничего у него нет и он может только воспринимать ну вот что-то там сигналы там не знаю там хорошо может быть плохо и вот здесь когда он отследил какие-то сигналы в своем теле и и он ничего не понимает он начинает подавать там в мир какие-то сигналы там эгэй ну разными криками чтобы каким-то образом мир с ним взаимодействовал ну под миром мы подразумеваем еще и маму потому что в тот момент ребенок не осознает еще четко ни себя ни соответственно других то есть он не может выделить себя из этого фона это состояние кстати называется эгоцентризм когда я вот являюсь всем я являюсь центром ну не знаю там центром земли пупом вселенной эту фразу Алексей Васильевич Катранов довольно часто употребляет и вот здесь вот когда что-то у меня не происходит контактировать ну допустим там ребенок начал каким-то образом там кричать мамы либо в этот момент может не оказаться рядом или еще знаете там доктор спок кто-то начитался но это давно сейчас уже таких нет мам которые говорят что ага там время не подошло и так далее и не реагирует на его поведение и здесь ребенок очень может легко сделать какой-нибудь такой вывод это к примеру что о раз мир в том числе и мама не реагирует на меня то скорее всего что-то со мной потому что он не может отделить то что происходит с ним там с миром и так далее что-то что-то со мной и как правило если словесную форму вывести это наверное мама меня не любит раз она ко мне не подходит не кормит там не делает хорошо и так далее и так далее чуть дальше чуть дальше по возрасту это вот когда мама уже начинает более-менее воспитывать папы значительно позже там мам некоторые мамы ну вот в советское время особенно они прям конкретно уже начинают воспитывать именно то поведение которое они считают правильным и они говорят что ага там вот если ты будешь вот это-то делать то я тебя буду любить если ты будешь делать что-то там другое или не то что я хочу я тебя там ну не буду любить или там условно игнорируем это про ложные выводы и здесь у нас формируется начинают формироваться вот эти вот страхи про которые я в прошлый раз упомянул эти страхи самые глубинные это страх смерти и который как это знаете как капуста или как луковица закрывается следующими слоями страхов и это все вот нарастает 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 у нас страх это страх смерти самый глубинный до него мало кто осознанно доходит мы кстати коснемся немножко что же мы конкретно боимся в этом страхе и как правило закрывается это все другими то есть страх смерти следующий слой у него страх быть плохим или отвергнутым вот здесь что если я буду для мамы плохим отвергнутым то мама не подойдет не покормит я умру и у меня вот страх смерти потом страх самовыражения страх осуждения критики то есть я боюсь что-то кому-то чего-то сказать чтобы меня поругают и тогда опять вся эта схема запускается страх отстаивания границ страх выхода из зоны комфорта то есть я боюсь вообще куда-то шевельнуться и сворачиваюсь вот как бы в своем напряжении и живу в этом я не знаю там где-нибудь вот как я говорил как Гарри Поттер да под лестницей это здесь накладываются всякие фобии и прочие и прочие страхи и страхи всего потому что они ассоциируются вот с теми эмоциями и чувствами все это закрывается страхом жизни и страхом страхом то есть страхом признать что у меня есть страх это вот такую тему затрагивали подробненько на прошлом вебинаре а если коснуться про управление человеком то есть человеком в принципе управляют через всего три такие вот вещи которые которые даже и не вещи в общем-то это через три эмоции это я не знаю эмоции чувства через три состояния первое это страх второе это стыд и третье это вина то есть все управление в принципе сводится именно вот к этим трем ипостасям усиление страхов и распространение их всяких разных делает очень удобным управление объектом который боится стыд это то чтобы человек некий соответствовал определенному стандарту то есть тому я не знаю там шаблону который в данном обществе в данное время считается нормой об этом тоже поговорим вот прям на курсе мы и с этой нормой именно работаем на втором уроке ну и чувство вины это такое вот то есть если стыд срабатывает тогда когда кто-то вот видит меня то есть ага кто-то если увидит у меня сразу несоответствие и запускаются все эти страхи и там и все все но если не видят ну в общем-то стыд особо не запускается но вина это такая штучка которая пострашнее потому что вот чувство вины нас изнутри гложет даже тогда когда никто не видит и даже мы иногда его не осознаем самое вот страшное когда это вот кстати у Фрейда было такое что неосознаваемое чувство вины оно более страшное потому как когда я вот тогда сейчас секунду нарисую еще одну схемку и вернусь сюда хорошо у Алексея Васильевича есть еще одна схема это я все отсылки делаю к семинару 33 если кто смотрел не смотрел там слушал не знаю может быть где-то в каких-то еще у меня там то есть когда представим по сути дела эта же самая схема немножко вид сбоку ситуация и у меня возникает некое вот то что сейчас вот это вот состояние чувства и вот это мы представим немножко в другом в другом виде у меня возникает некая тревожность тревожность вот то что сейчас я описываю это происходит в подсознании это в сознании мы не отслеживаем это автоматические программы реагирования то есть адаптации которые у нас прописаны вот тут возникает некая тревожность то есть это безадресный страх вот как младенца то есть со мной что-то происходит и я отслеживаю что-то вот там страхи или не знаю во все стороны я не знаю еще пока что что я боюсь как только как только мне мозг помогает отследить что же там такое происходит я могу конкретно реагировать так вот чтобы отследить у меня в подсознании происходит другая операция это поиск причины то есть причины это именно того адреса из-за которого происходят вот эти вот тревожные дела со мной то есть адрес это не обязательно что-то конкретное вот здесь когда мы описывали что произошла вот некая ситуация и ребенок сделал ложный вывод вот следующая стрессовая ситуация она может запуститься вот 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 по такой схеме и здесь поиск адреса причины может пойти по такому пути то есть она что это похоже и вот здесь пабубная эта привычка а так у меня вот на вот это вот похоже хотя это ложный вывод и вот здесь вот поиск причины адреса это как раз та наша программа реагирования которая заложена то есть когда-то либо мы так среагировали либо нас родители каким-то образом научили так реагировать ну то есть это та программа которая когда-то сработала то есть там стимул реакция стимул реакция причем как правило сейчас смотрят этот эфир уже взросленькие люди а реагирует именно тогда так как реагировали в глубоком глубоком детстве тогда ребенок не мог по-другому реагировать после того как мы нашли некий адрес у нас формируется о раз мы вот условно этого боимся то у нас начинается формирование целей желаний чувств ну здесь как раз эмоции уже включаются то есть мы формируем ага то есть наше тело если это похоже на некую угрозу которую я когда-то пережил то мне соответственно следующим образом нужно среагировать то есть как правило это все на уровне тела у меня тело начинает как-то напрягаться гормон эспрессо меня это подогревает для того чтобы я условно справился с этой ситуацией это опять же все укладывается в ту же самую банальную схему с которой начинал Алексей Васильевич все свои семинары опасно полезно после того как у меня сформировались цели желания то есть у меня выработалась некая энергия у меня здесь включается фильтр фильтр без полезности то есть когда у меня есть автоматическая программа я автоматически ее и реализую если у меня не нашлась какая-то причина адрес на что это похоже я не знаю у меня включается сознание и мы начинаем каким-то образом искать действительно а как в данной ситуации адекватно можно было бы среагировать здесь включается фильтр бесполезности и вот именно здесь у нас как раз включаются эти два мотива которые в принципе у каждого есть это два мотива это либидо и мортино зависит от цели а что я с этим хочу сделать у меня будет желание либо что-то с этим как-то вот створить сотворить преобразовать и так далее либо разрушить убежать там удалить и так далее это вот по этой схеме у нас происходит все здесь подсознание и как только у меня здесь наша помните вот эта вот формула где-то 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 она была еще напишу поступок равно действие плюс я даже другим цветом напишу мотив потому что это с этим связано и вот у меня действие складывается с тем мотивом о что я в данный момент хочу поступить это зависит конечно от моих страхов которые у меня заложены какие-то вот там реакции автоматически на что похоже или ни на что не на похоже и после этого у меня только наступает некое действие после этого и по этой формуле мы уже будем получать определенный поступок эту же самую эту же самую схему можно еще раз представить то есть я пытаюсь рассказать это разными способами но кто-то понимает вот такое кто-то понимает там другое третий по-другому когда мы даже на тренингах с Алексеем Васильевичем проводили вот занятия и когда Алексей Васильевич что-то объяснял он объяснял на своих примерах и когда мы так хоп осматривали кто как реагирует и когда вот видно было что какое-то непонимание Алексей Васильевич мне разрешал после того как я закончил ну получил образование психолога входить в процесс и пытаться объяснить это же самое на другом языке в принципе вот мне вот эта задача очень нравилась и нравится до сих пор я тут себе подготовил некий такой черневичок как это здесь пишем здесь рыбу заворачиваем вот сейчас я буду объяснять еще немножко другим языком для тех кто понимает по как это сказать уже вот эти схемы это будет дополнительная проекция а как в черчении или у инженеров дополнительная проекция дает только больше понимания вот тому что это я не знаю там что это за ну что это за часть нашей жизни пускай будет так потому что если рассматривать эту схему немножко в другой со стороны аффективных блоков со стороны аффективных блоков то я попробую представить это вот таким вот таким образом то есть когда у меня происходит ту же самую схему некая ситуация то у меня возникает напряжение напряжение и вот если коснуться как раз детской психики самым самым ранним возрасте то у нас будет такое что у ребенка самый такой вот его начало жизни у него есть только по сути делал тело у него нету никакой еще психики и у него все что приходит происходит с ним он пропускает через тело и соответственно вот эти вот пропускать можно двумя способами первое наружу и второе оставлять где-то внутри у себя если наружу то и то интуитивно ребенок он поступает в общем-то самым лучшим способом и во-первых и на тот момент ну и вообще вот как сказать даже для взрослого человека иногда это более полезно то есть если происходит вывод наружу то у нас подкрепляется все это гормонами стресса и что у нас происходит некие действия крик ну когда ребенок там начинает уже что-то даже и говорить там иногда речь чаще неразборчивая неразборчивая речь сюда же можно отнести еще когда у нас вот что-то такое прям накипело и у нас через тело вот выходит там нецензурные всякие разные выражения сюда же отнесем это как это сказать мат вылетает для связи и слов вот и если же у нас вот здесь каким-то образом не получается почему не получается расскажу и вот это тоже будет с этим связано то мы впускаем это все внутрь то есть это напряжение мы прячем внутрь и это все поведение называется очень распространенным сейчас термином психосоматика то есть там есть разные уровни психосоматики то есть сначала проявляется психосоматика в виде неких симптомов потом усиление симптомов не понимаем болезнь и далее хроническая болезнь то есть вот это вот напряжение оно идет сначала на уровне симптомы они могут нам сигнализировать как лампочка в машине что что-то там произошло сначала эта лампочка какая-нибудь я не знаю безобидная желтенькая потом когда мы не обращаем внимания процесс усиливается и включается уже красная и дальше уже идет разрушение болезнь я разделю тогда болезнь это на функциональные расстройства то есть когда наши органы начинают по-другому функционировать что-то у них там сбой произошел имеется ввиду функция функциональное расстройство и дальше усиление болезни это хроническую фазу когда произошли некие органические изменения то есть когда уже кости начали разрушаться что-то такое уже все прям совсем когда некий орган человеческого тела начинает либо выключаться либо его как-то вырезает уже в конце концов это по степени усиления сигнала но дальше что происходит у нас это напряжение оно так здесь у нас тело это напряжение мы решили добавить после проведения трех курсов которые до этого прошли то есть это то что является некой такой триггерной системой когда мы вроде бы чуть-чуть ослабили напряжение вот этого чувства вины отпустили но возвращаясь в социум возвращаясь в наше привычное окружение оно привычным образом на нас воздействует и у нас как правило могут включаться привычные реакции реагирования и происходит стаскивание назад так вот здесь мы хотим предложить четвертый урок по бесконфликтному общению для того чтобы наработать новые способы реагирования то есть понятно что мы проработаем мотивы нам поможет как раз будем работать с эмоциями даже может быть еще с эмоциональной шкалой вот это упражнение нам очень сильно поможет отслеживать что с нами происходит то есть вообще обращаться к самому себе а не привычным шаблонам после этого мы будем понимать раз со мной что-то происходит что с этим делать и мы будем учиться бесконфликтному общению четвертый урок здесь возвращаемся и еще один способ реагирования психики это внутрь внутрь это значит когда мы по сути дела не локализуем то есть мы не понимаем что с нами происходит или же вот сейчас как раз эту темку еще одним словом наложу почему у нас мы не можем проявлять никакие-то действия ни что-то там прорабатывать наружу выводить потому что у нас есть еще одна такая очень как бы так сказать защита защит это табу система табу это тему которую Алексей Васильевич дает на 33 система табу в которой ну по сути дела это запрет именем Бога и в этой области у нас работает определенная как это сказать есть политика есть религия есть экономика и экономика у нас работает вот с нашими пороками воздействует на нас об этом мы будем говорить на следующем вебинаре с Катей политика работает точно так же со страхами и есть еще религии когда нас больше пугают некой карой небесной Богом и так далее то есть именно пугают я не не говорю о том что есть определенные священники но это чаще именно какие-то персоналии которые призывают к любви к Богу к себе и так далее но тотальная вся система она больше все-таки про стыд и вино так вот табу у нас есть я очень кратко упомяну потому что об этом есть подробный вебинар внутри курса табу на тело вот здесь у нас стыд что ой секунду первое это табу у нас на инакомыслие на инакомыслие вообще даже как ты смеешь подумать вообще вот о всех этих делах вот вообще это все от беса нужно слушаться батюшку и делать так как он тебе говорит то есть вот ты грешна и приходи там в какой-то период и там не знаю там калься калься а мы тебя будем прощать ой а где эта схема раз ее нет хорошо нарисуем схема раз у нас есть преступление у нас включается чувство вины и мы ожидаем наказание это у всех в голове написано записано вот вот тут не в сознании а вон там гораздо глубже наказание и добрые дяденьки которые там в определенных сферах нашей жизни там религии они говорят не есть еще прощение ну прощение не просто так а вот мы тебе скажем что нужно сделать чтобы мы тебя там простили и так далее вот с этой главной схемой все это стыкуется итак вернемся к теме табу табу на инакомыслие то есть вообще даже не стоит в это все углубляться смотреть разбираться просто делай то что тебе говорят будь исполнителем или тире пробу табу на тело табу как сказать то у нас эти на женские и мужские табу женские табу у нас на секс ну то есть это больше на как бы так это сказать то именно на соприкосновение с собой табу на больше на нежность на соприкосновение с телом именно секс это как взаимодействие полов может быть кто-то смотрел когда-нибудь ролики Капранова и он как раз про женский табу на секс он говорит о том что девочки не недотроганные а недотроганные именно на вот эту вещь и мужское табу это на слабость и агрессивно то есть слабость ты не можешь защитить а это все наши архетипические роли мужские то есть защитник добытчик там иногда даже захватчик чтобы удержать свою территорию и так далее и агрессия то есть отстоять проявить какую-то свою силу для того чтобы защитить агрессия вообще это защитная реакция организма для того чтобы защититься а у нас здесь все запрещено все вот это вот и все внедрено в наш вот этот вот фильтр восприятия систему оценок через которую мы вообще все воспринимаем этот мир то есть по сути дела этот фильтр если вот так вот его всем прям встраивать то он у нас ну вот где-то вот в районе вот здесь знаете как некие очки или линза которые вот давай здесь фильтр фильтр восприятия или система оценок это как раз то что нам вот помогает с поиском причины это вот то что называется там хороший плохой это то что искажает то что мы получаем из окружения вот все эти ситуации все что с нами происходит по сути дела можно назвать одним простым словом с нами происходит жизнь так вот как мы воспринимаем эту жизнь сильно зависит от вот этих фильтров восприятия и системы оттенок а после уже у нас начинает формироваться вот это вот напряжение уже с некими искажениями которые у нас там есть и вот на это на уточнение и как сказать дополнение внесение поправочек то есть мы не можем как говорит ой кто у нас специалист по мозгу то женщина вылетела из головы ну Черниковская Татьяна Черниковская мы не можем вот взять вот так вот из мозга что-то там убрать мы можем переписать и вот переписывать мы здесь будем по сути дела вот осознавая что у нас там происходит есть еще другой способ и многие к нему обращаются это способ под гипнозом это сделать то есть мы заходим в некие ситуации травматические и как Алексей Васильевич выглянул мы заходим в эти травматические ситуации и каким-то образом меняем наше восприятие то есть меняем по сути дела фильтр фильтр и систему оценок и тем самым на эти же самые ситуации мы начинаем реагировать совершенно по-другому то есть об этом мы в общем-то уже говорили на том вебинаре и Алексей Васильевич всегда говорил и здесь очень важно вот сейчас чуть-чуть еще вернусь к этой схеме вот к этой схеме вернусь что у нас все вот эти вот директивные указания о том что, где, как делать и так далее у нас хранятся в нашем супер-эго внутреннем родителе и как правило вот все эти долженствования именно оттуда а все наши желания хранятся в нашем внутреннем иде и вот здесь вот все наши хочу все наши энергии и у нас здесь произошел некий разрыв расщепление нашей личности то есть отделение наших хочу от наших долженствований что если вот так вот разобраться отбросить все вот эти вот системы выживания а что хочет родитель-то и что вот хотела мама там допустим ну конечно она ну вряд ли какая мама хочет там какого-то там зла своему ребенку просто она иногда поступая определенным образом думает что она делает ну добро ну не всегда это добро добро откликается и действуя по неким шаблонам мы не включаем вот этот вот фильтр бесполезности и не понимаем что что происходит то здесь и сейчас может быть способ реагирования каким-то образом поменять я вот не знаю там как вот вообще понятно я объясняю или нет мне тут вот мой администратор Настя из Калуги она пишет вопросики а как выбраться из этого всего подождите как выбраться из всего ну во-первых я сказал все это дело пересмотреть не так-то просто все это дело посмотреть в теории это в принципе все просто знаете как это вот у меня в теории я в принципе даже понимаю как играть на скрипке вот так вот берешь скрипку вот подкладываешь ее сюда и вот так вот смычком вводишь ну вот в общем-то да вот так можно играть но как это сыграть эту мелодию это уже нужно учиться и представляете сколько лет ну вы уже наверное все более-менее взрослые много лет уже прошло с момента рождения сколько лет наслаивались вот эти вот программы и подтверждали что да-да-да вот все вот эти вот страхи у нас есть и как правило мы вот если рассмотреть всю эту схему как это напряжение у нас вот оно напряжение то есть жизнь если как это сказать относитесь к жизни легко то есть проживайте эту жизнь другими словами пропускайте ее через себя и получайте опыт и вот когда кто-то говорит что вот мы сюда пришли в жизнь там радоваться ну как-то не очень адекватно мне кажется эта фраза потому что ну ситуации разные бывают иногда да действительно можно радоваться а иногда ну как-то это будет ну не так уж адекватная реакция иногда стоит и попечалиться и побыть там погрустить и так далее но важно отслеживать и осознанно включать все свои вот эти вот чувства эмоции и действия и вот на мой взгляд что такое жить когда жизнь происходит да создается некое напряжение и здесь я уже осознанно решаю пропустить это через тело наружу ну когда со мной что-то происходит я прям пропускаю либо через психику осознать со мной вот что происходит и каким-то образом сказать ух ты да вот интересно я сейчас да вот реагировал и да вот я сейчас условно со мной произошла в детстве какая-нибудь ситуация там я не знаю там впервые там выписался или обокакался или что я думаю что-то там щиплет где-то вот я даже не понимаю где но что-то дискомфортно я начинаю орать и так далее и потом там либо холодно что-то как-то повеяло где-то и потом-то мы растем начинаем более-менее в жизни разбираться ага вот это 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 в жизни расставлять некие приоритеты что мы хотим что с нами происходит отслеживать и локализовывать вот свои эмоции и чувства и таким образом через тихо как пропускать что а ну да но это всего лишь как бы холодная вода то есть я сейчас вот могу по сути дела там искупаться ну потом-то я в общем-то мне никаким образом это не угрожает моей жизни и не нужно так паниковать вплоть до страха смерти это очень хороший пример когда я не могу сказать что я моржую ну я уже больше 10 лет но купаюсь зимой вот просто езжу в озеро купаться зимой и вместе с детьми кстати когда я захожу у меня не включаются эти страхи потому что осознанно я для себя уже понял что ну да это холодная вода я когда захожу я пытаюсь отслеживать свои эмоции и чувства на теле ух ты а как это и страх он отходит в другую ну как бы на второй план и я когда захожу я очень прикольно и снимаю такие телесные ощущения ты знаете как компрессионные колготки или носки вот кто носил вот так же заходишь в холодную воду там которая там 3-4 градуса ух ты прикольно и когда заходишь потом чувствуешь когда там колит и так далее и там искупнулся поплавал там чуть-чуть выходишь и у тебя ты начинаешь свое тело чувствовать совершенно по-другому я много людей завел вот просто таким образом что беру их за руки я внутри спокоен моя психика спокойна это не угроза и и просто захожу и у людей не включаются вот эти вот страхи то есть у них не включаются эти автоматические реакции я не знаю каким-то образом может быть это там через энергетику это я вот в плане энергетики не очень разбираюсь либо это через контакт телесный передается либо там через глаза потому что еще в глаза смотрим друг другу заходим и действительно человек там бывает что прожил там 30-40 там кто-то и больше лет впервые такие поступки делает впервые и самое главное мы в чистом виде вот полученное напряжение проживаем через тело наружу ну и также через психику наружу да это не угроза и самое главное мы получаем потом новые ощущения еще что о там покалывает и там через какое-то время включается внутренний обогрев и тебе вот настолько я даже могу сказать жарко что ты стоишь и удивляешься ничего себе как это а у нашего тела там резервы оказывается там ого какие и мало того еще вот я вот когда здесь рассказывал где-то про эффективные блоки такое слово запомнил эффективные блоки это такая вещь в психике и не только в психике которые с детства у нас есть напряжение каким образом оно отслеживается то есть есть вот мой некий эмоциональный фонд напряжение начинает нарастать что-то тут отслеживаю отслеживаю усиливаю а здесь я начинаю отслеживать а что там со мной происходит начинаю подавать сигналы здесь сигнал уже прям такой хороший потом здесь покричал мама пришла накормила то есть это снятие напряжение здесь напряжение и после снятия напряжения очень важная фаза когда спокойствие то есть вот все наши традиции которые там не знаю еще с детских лет и так далее когда там в детском садике когда ты поел успокоиться отдохни вот дай своему организму почувствовать что да хорошо то есть вот здесь организм получает сигнал плохо опасно то есть вот здесь на напряжении получает сигнал плохо опасно на фазе удовлетворения да полезно и еще закрепить закрепить это что да действительно вот после напряжения все будет хорошо то есть Вот здесь, одними словами, можно написать вот здесь вот плохо, а вот здесь вот хорошо. Причем включая вот эту фазу. Ну, а потом здесь напряжение опять начнет расти и циклично все это дело. Вот в этих объективных блоках тоже есть три таких главных нарушения. И они с детства закладываются и потом накладывают отпечаток на всю нашу жизнь. Сейчас, может быть, кто-то узнает способы своего реагирования. То есть, когда... Я не буду здесь рисовать, потому что здесь уже нет. Я так. Когда у нас только-только-только нарастает все это дело и переходит в фазу, мой организм и все у меня кричит уже, блин, мне уже вот прям сильно все хреново. А удовлетворение все не происходит. Это ближе вот к этой вот, тогда, когда мы делаем ложный вывод. Удовлетворение не происходит. У меня происходит некое, как это сказать, обесценивание вот того хорошего, что я потом получу. Вот, допустим, да, я хочу... Вот иду я сейчас такой и хочу мороженое. Ну, или там ребенок идет и хочет мороженое. Вот прям сейчас ему хочется мороженое. Он отследил у себя там по телу и по чувствам такой, о, сейчас хочу. А там мама или там папа уже, он говорит, да подожди, ну, типа сейчас либо денег нет, либо потом, либо там сначала суп поешь. Самый распространенный. Сначала суп поешь, а потом после всего этого, когда вот у меня вот это вот напряжение, это все-то я не получаю, потом мне вот эту вот мороженку, даже если мне дадут, это для меня уже совершенно не та мороженка, которая хотелось мне вот-вот тогда. И как-то удовлетворение это не происходит. Второй тип нарушения. Этим болеют современные мамы. Вот сейчас в эпоху изобилия. Когда вот это напряжение только-только-только нарастает, еще ребенок даже не отследил, что ему сейчас вот будет плохо. Ему уже оп, на. Хочешь игрушечку? На игрушечку. Хочешь вот, он только еще сигнал начал подавать, еще вот он не отслеживает, ему же нужно отследить, что да, что-то дискомфорт у меня, и мне нужно сейчас вот для этого дискомфорта нечто, вот что я там хочу. А ему уже хоп удовлетворяет, хоп удовлетворяет, хоп удовлетворяет. И здесь он не научается распознавать вот эти вот сигналы, а что же я хочу-то. И вот на этом банальнейшем упражнении стоп-техника, что я чувствую, что я думаю, что я хочу, взрослые дяденьки и тетеньки сыпятся прям очень сильно. Они говорят, «А я не знаю, что я чувствую!» Ну, во-первых, знать это вот отсюда. То есть у них заблокировано вот это вот все вот чувствование, отслеживание своих эмоций. И самое главное, что они не знают, а что я хочу. Потому что, ну как, то, что я хочу, либо ведет к ожирению, либо аморали. И вот это с этой схемой соприкасается, что в моей системе, вот этой вот системы оценок, то, что я хочу, считается плохим. Либо оно, прежде чем хотеть, нужно быть хорошим. А там такие критерии хорошести, чтобы быть хорошим, там, я не знаю, нужно докатывать этажа, как минимум прыгать и зависать. Вот, вот теперь ты хороший, теперь ты можешь себе это позволить, что-то хотеть. Ну и здесь мы... Это на курсе мы с этой схемой более плотно поработаем. То есть, вторая фаза нарушений, это про неумение, то есть, вот это вот напряжение, оно сокращается, и неумение отслеживать, а что же со мной, что за беда, что за дисбаланс, или что-то такое происходит, дискомфорт, я не научился. И, соответственно, когда мне дают, у нас происходит такое воспитание, знаете, как в анекдоте. Селма, домой! Мама, а что я? Я замерз или я проголодался? То есть, ребенок не научается отслеживать, что там у него, что ему тело говорит, что он сам хочет. Третья фаза, это больше, наверное, уже у повзрослевших, когда мы испытываем напряжение, да, пришли там, условно, после длительного рабочего дня, пришли покушали, все классно, и мы не получаем вот эту фазу, фазу отдыха. А, блин, срочно, надо же, вот это, вот вон то, туда, там и так далее. И мы здесь не находимся сами с собой в контакте. То есть, это касается и родителей, когда они не могут себе позволить, там, ну, я не знаю, там, скушать конфетку, знаете, как опять же, в том же еврейском анекдоте, когда мама приходит с работы, быстренько там забегает на кухню, хватает конфеты и в туалет. Дети долбятся, там, мама, мама, ты что там, где? Спокойно, дети, мама, как это, мама делает вам хорошую маму. То есть, мама получает вот эту вот фазу, то есть, снимает напряжение и наедине с собой какое-то время проводит, чтобы вот прочувствовать, да, вот я сейчас одна, я сейчас, там, один, я сейчас могу получить удовольствие, я сейчас могу побыть в контакте с собой. Вот это, кстати, часть, которая относится иногда к медитациям. Ну, кто-то там практикует медитацию, опять же, по-разному. Кто-то там, чтобы наполнить, там, сейчас есть еще такие медитации, другие, в которых Капрау выступал очень против, там, помедитировать на деньги, это вообще отдельная тема. Здесь я больше, наверное, про контакт с собой. И я разделяю все вот эти вот медитации, там, послушаю музыку, иногда просто побыть на природе. Вот это все, вот, про эту фазу. Так. Что у нас там? Ух ты, вопросики какие-то. Сейчас, секунду, я прочитаю. Сначала нужно избавиться от всех табу. Ого! Давайте так. Сначала, сначала, мы вот это вот все распишем, как это, что все вот эти вот схемы, они, это все вот, по сути дела, некие ложные выводы, информационные вирусы, система табу, да, это тоже вирусы. Это все настолько сложно переплетено, что здесь довольно сложно сказать, вот сейчас вот это вот там вытащу, и все, и мне станет легко. Возможно, здесь как раз что-то можно делать, а что-то оно, как это, само отвалится, как говорил Капранов, чем отличается это тех, вся эта программа, техника, и вот с этими дополнениями, то, что мы пересматриваем то, что у нас в голове, и потом часть наших психологических защит, это, кстати, вот, я здесь, может быть, не упомянул, ну, блин, сейчас даже не знаю, это вот здесь вот у нас, когда мы направляем напряжение через психику внутрь, это здесь у нас как раз происходит, все вот эти вот наши, формируются страхи, защиты, ну, чаще это невротические, и все, ой, а сейчас сбился, а, что, то есть, когда мы начинаем с этим работать, частично мы переосознаем, то есть, в этой же самой, в нашей системе, которая в нашей голове, делаем, мягко выражаясь, ревизию, ревизию, и эта ревизия нам помогает сделать переоценку того, что там происходит, и переакцентировку, то есть, что-то у нас будет более важным, что-то менее важным, что-то мы будем на что-то больше обращать внимание, на что-то меньше, и мы работаем, получается, с частью того, что в нас есть, в нашей психике тела, а часть потом сама как-то настраивается, и, например, вам уже не нужно будет прорабатывать каждый страх и какую-то там защиту, и, может быть, даже это будет касаться еще и с некими болезнями, симптомами, у сороканики гораздо сложнее, там уже более плотное, но самое главное, здесь можно будет убрать некое напряжение, включающее вот эту защиту, этот сигнал, который нам подает наше тело, то есть, выключить, да, потому что там уже организм пошел на износ, вот, то, что мы можем проработать на онлайн-курсе, конечно, вживую это гораздо лучше все прорабатывается, но за неимением таких возможностей, и плюс еще вот на онлайн-курсе есть три варианта, то есть, этих цены, первое, это когда вы получаете все эти знания самостоятельно, что вы там сам с собой додумываете, второе, это когда вы общаетесь с такими же, как вы, то есть, там уже будет чат для участников этого курса, третий, вы еще можете задать вопросы конкретно кураторам и получить индивидуальную консультацию вот по всем этим делам, о которых мы говорим. Сейчас еще вопрос прочитаю. Так, это, видимо, про схему, чтобы у нас камера нет, или по нас, или по нас, ну, не скучно. Так, и нет, я еще, вот, сколько у меня времени? 20 минут. Да, за 20 минут я успел. О чем я еще хотел сказать? Во-первых, все вот эти вот схемы я рассказал опять же и начал говорить и не закончил, что такое для меня жизнь, да, когда мы проводим все это дело через психику. И вот все, что с нами случается, с нами происходит. Жизнь с нами происходит. Это раз. Во-вторых, у нас самое главное, вот этим мы будем включать механизм, механизм, что после любого плохо у нас обязательно наступает фаза хорошо. После любого плохо хорошо. После хорошо, ну, бывает иногда там ситуация, которая не готова, там, или неизвестная, у меня ход частично плохо. но здесь еще мы переходим к тому, что это происходит не только на уровне тела, но и на уровне психики. И чтобы психику включить, здесь еще нужно подключить третью составляющую, то есть, как бы, да, есть я, есть мое тело, есть мое время и есть вот то пространство, которое окружает нас всех. Это по схеме, по схеме, когда рождаюсь я, тело, и время. А вот здесь, вот вокруг, это вот тут, так, Алексей Алексеевич говорит, биологически организованная гармония. Вот. То есть, я хотел бы вернуться к страху смерти, потому что редко вообще на тему страхов вообще кто-то когда-то заговаривает и почему, что происходит вот с этой темой. А чего мы конкретно боимся-то вот в этом страхе. Страх смерти ребенок когда-то, он же ведь еще, во-первых, эгоцентризм, он же, вот ему не позволяет отследить вот самого себя. Он вот все туда включает. все. И так как у него есть тело, все сигналы он пропускает через тело, здесь, и у него вот этот вот страх связан именно с тем, что у него вот в данный момент есть страх смерти его тела. но когда мы будучи взрослыми людьми будучи взрослыми людьми мы же можем допустить, что кроме тела у нас еще что-то есть вот так говорил Пабранов поговаривает, что есть душа, которая, кстати, испытывает чувство вины и так далее. Вот. Вот этот страх, вот если представить себе эмоциональную шкалу, это давайте вот здесь эмоциональная шкала и есть вот всякие экстра там сенсы экстра чувствительные там люди, которые прям чувствуют вот эти какие-то ну я не знаю вот любая эмоция она в неком частотном выражении ну даже какие-то циферки есть, так как я говорю я не особо чувствительный я не понимаю этого но иногда чувствую когда ко мне или я проявляю некое чувство или состояние свое или эмоции вот если говорить про страх то страх это где-то вот здесь вот низко частотное наше состояние ну здесь там смерть эти вот все напряжения здесь же вина вина стыд так вот когда мы находимся ну то есть вот это вот как это напряжометр у нас внутренне где-то стоит вот он у нас показывает вот на вот это состояние что из состояния страха мы не можем делать какие-то условно выводы которые нам рекомендуют иногда почувствуйте себя свободным почувствуйте себя там вы никому ничего не должны и так далее нет здесь так не совсем получится делать потому как из этого очень важно выйти именно другое состояние которое очень часто мы употребляем и вот если рассматривать вот эту шкалу опасно полезно здесь эту шкалу можно так же представить как страх а вот в этой части здесь любовь здесь кстати связано это уже вот здесь больше божественное вот когда мы научимся здесь познакомимся со своим телом со своими чувствами когда мы поймем что мы имеем право все это чувствовать проживать выражать каким-то образом проявлять только тогда нас побочным у некоторых не побочным у некоторых прям просыпается вот это вот когда мы избавляемся от всего вот это вот в том числе здесь кстати и обиды там претензии и прочее у нас открывается вот это состояние любовь мы не можем одновременно находиться и в страхе и в любви но это знаете разное состояние разная частота и вот когда мы будем делать определенные выборы и вот где еще выборы там у нас эмоционально оценочные как пересматривать и состояние любви к себе ну к Богу к себе позже к другим то как-то все сильно все изменится вокруг это как это сказать побочный продукт этого онлайн тренинга ну и не только этого вот много чего то есть это это не панацея это не единственная программа с которой можно как-то так проработать вот сейчас еще какие-то пометки делал сейчас секунду то есть что дает еще курс упомянули что любое напряжение приводит к действиям так происходит жизнь потом нам приходит некое осознание что с нами происходит по каким схемам это действует и почему и мы снимаем пересматриваем некие свои установочки что позволяет нам действовать по-другому делая осознанный выбор в сторону того что я хочу или не хочу и по сути дела у нас жизнь становится я не знаю помните такую схему давайте я покажу я здесь спрятаю это когда мы оперируем теми же самыми словами там закон в авторитарной логике гуманистической логике и вина мы будем совершенно по-другому к этому относиться во-первых не подкидываться во-вторых для нас уже будет да эти законы это причинно-следственные связи то есть если то если не то да мы можем нарушать этот закон и у нас могут быть ошибки да вот у нас будет вина и вина будет означать это причина в чем-то что я не учел знание этого закона и у нас добавляется осознанность добавляется желание исправить это все дело и не повторять то есть жить свою жизнь используя ошибки прошлого а не так что ой все у меня там случилось все теперь капец типа остановите землю и сойду а как же теперь жить и мы подсознательно вот обвиняя себя и боясь всего мы уходим в какой-то такой вот я не знаю автономный режим на автомате действуем как роботы перестаем жить кстати если сейчас вернуться про вот эти вот психосоматику болезней и самую актуальную тему сейчас во всех соцсетях и везде вообще телевизорах и прочее что что такое современные вот эти болезни ковид ну ковид связано с с легкими а легкие это что это дыхание дыхание для чего мы дышим для того чтобы жить а если мы погрузились настолько как это прям вот туда в эти страхи чувство вины стыд ну просто капец уже в эту вот эти панцири настолько замуровали себя настолько сильно что мы уже не можем жить и вот нам вот эта болезнь говорит что ребята вы что так не живете уже и нам на на уровне легких нам наше тело показывает что может быть как-то уже обратите на это внимание что вы не живете так и что тоже я еще хотел сказать 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 как это как говорил капранов это ужас 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 но это еще не ужас да вот про систему оценок говорили реагирование что что вот наше тело в животном мире в принципе формирование тела под определенный тип задач выживания адаптации это нормальная жизнь а у нас почему-то все это адаптация она не очень-то и происходит то есть мы не можем выйти из опасности и живем вот в этом скрюченном состоянии хотя мы так тоже адаптируемся вот закончу вот такой штучкой что про позитивное мышление почему я думаю и Алексей Васильевич говорил что это не особо работает что когда мы формируемся вот здесь вот там страхи там когда мы начинаем попадать под систему там хороший плохой и так далее то есть мы представим свое это я допустим что вот это оказывается у нас по каким-то критериям не подходит вот это по другим критериям не подходит вот это неприлично вот за это стыдно здесь я испытываю чувство вины если буду проявлять и здесь вот это вообще как это ведет к ожирению и так далее я я вот это вот все отношу в свою некую негативную часть здесь негатив и разрешаю себе быть вот в каком-то маленьком сегменте своего я называю что вот я такой-то причем да здесь все эти психологические защиты и прочее так вот поменять свою жизнь поменять что-то в своей жизни ну на большие изменения работая с позитивной стороной ну по сути дела не очень целесообразно и эффективно потому что ну с этим мы и так как-то адаптировались и живем мы не признаем вот эту часть и мы здесь очень важно через свои чувства и там думы и желания кстати это я здесь не говорил о том что здесь будет и всегда там положительно там не очень часто здесь влазит негатив и через проявление ну как признание того что у нас есть вот это мы знакомимся с собой то есть чтобы получить некий такой эффект объединения вот целостность найти с собой вот это вот расщепление которое у нас когда-то произошло личности мы будем знакомиться именно с негативной стороной нас именно вот через вот это через другие упражнения даже здесь может быть что-то что-то увидел услышал что да я живу вот постоянно вот в этих низкочастотных и сюда-то редко вылажу мы здесь с этим знакомимся и признаем здесь да есть такое очень простое понимание что на тот момент на тот момент прошлого когда-то я среагировал я среагировал наилучшим для себя способом наилучшим здесь у меня поиск причины был такой что я не мог по-другому среагировать но сейчас пересматривая свою жизнь свой жизненный опыт пересматривая включая в себя вот эти схемы и еще много чего другого я могу делать другой выбор и реагировать по-другому и больше всего что еще большим эффектом получается от этого курса что самое больное в нашей жизни это то что мы не просто там смеет настанет и так далее тогда вот это связанное с нашим телом хотя у нас есть еще и дух уша а что мы вот с душой и с духом как вообще с этим взаимодействуем что у нас насчет этой сферы нашей жизни насчет нашего предназначения зачем мы живем некие смыслы кстати именно смысл иногда помогает обретение смысла подняться из вот этой всей рутины это уже у Виктора Франкла там есть тоже что понимание неких смыслов своей жизни она помогает мне жить помогает мне жить и да я знаю зачем эти испытания я знаю что вот это плохо когда-то закончится это окончательно написал вот эту свою логотерапию то есть логотерапия это про то что в общих словах переформулирование того что у нас есть то есть переоценка то что мы делаем и мы самое главное будем осознавать наши возможности и не просирать их потому что это самое больное о чем мы потом можем сожалеть что у нас была возможность пожить другой жизнью была возможность среагировать по другому чтобы поконтактировать как-то со своими детьми со своими родителями со своими ну вообще с другими людьми с собой поконтактировать была возможность но мы действуя на автомате по сути дела не живя промотали и вот хочется закончить этот вебинар простой фразочкой я как-то читал книжку она не популярная сильно не популярная но по известным причинам тут религии второе пришествие христа она такая как комикс написана но тем не менее там очень такой идет смысл что кратенько очень бог значит через 2000 лет куда-то там отлучился приходит говорит что тут происходит и он значит второй раз посылает христа говорит ну ты там разберись и у него всего лишь одно было послание я людям говорит всего лишь одно послание давал будьте хорошими и вот в этом послании два слова первое будьте то есть по сути дела это живите ну и когда мы будем жить слово хороший мы не будем интерпретировать как такое что это такое мы знаем потому что у нас есть наше тело наше я мы будем в контакте с собой мы будем жить и пропускать через себя эту жизнь на этом наверное закончу сегодня спасибо за внимание пишите свои вопросы в комментариях я постараюсь ответить вот с вами был Павел Секов по